Живым и павшим героем войны, исполнявшим интернациональный долг, посвящается. 2014 год – это год 35-летия начала и 25-летия окончания войны в Афганистане. 15 февраля, четверть века назад, последние советские войска покинули Горную Республику. Так закончилась Десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял тысячи своих граждан. В рамках празднования этой даты в Чувашии проходят множество военно-патриотических мероприятий. Сегодня в Госархиве электронной и кинодокументации прошло одно из таких. 15 февраля 2014 года мы будем отмечать 25-летие, окончание самой длительной войны в истории России 20-го века. Она продолжалась 9 лет, месяц и 20 дней. Афганскую войну называют спрятанной. Даже те, кто жил в то время, очень мало о ней слышали и знали. Долгое время, правда, об афганской войне замалчивалось, порождая разные слухи. Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашии дает возможность приоткрыть завесу над государственной тайной. Узнать, что происходило тогда в кулуарах власти, в тылу и на поле боя. Это не просто кинопоказ, признается директор Чувашского госархива Николай Медведев. Это информационная площадка, где можно узнать интересные факты, познакомиться с историей конфликта. Это мероприятие нужно, безусловно, молодым, чтобы они знали нашу историю. Как бы там ни было, наша работа связана именно с дать молодым побольше информации об истории нашей страны, чтобы они действительно росли и воспитывались на таких ярких примерах из истории нашей страны. То, что эта война повлияла не только на дальнейшие события в нашем государстве, но и на всю мировую историю, очевидно. Несмотря на то, что прошло уже столько лет, к теме афганской войны приходится возвращаться вновь и вновь. Организаторы показа уверены, жизнь этих мужественных людей непременно станет примером подрастающему поколению. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.